Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Уж сколько раз твердили миру, но снова печальная статистика. 2 миллиарда рублей с небольшим отдали жители Красноярского края, подарили телефонным мошенникам только за 9 месяцев этого года. Как так вышло? Почему мы никак не можем найти управу или уже нашли? И как не попасться на их новые уловки? Сегодня об этом поговорим с нашим гостем в студии Александр Туровский, начальник управления организацией деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, впечатляют такие суммы? Откуда у людей, во-первых, такие деньги? Какая рекордная сумма, которую жители края отдали мошенникам? Ну, самая рекордная сумма была – это 10 миллионов рублей, около 10 миллионов рублей. Значит, то, что касается профилактики вот этих самых преступлений, я каждый раз, бывая на эфирах, везде говорю о том, что если вам звонят подозрительные номера, то лучше всего на этот телефон прекратить телефонный разговор. Если вы в этом сомневаетесь, перепроверьте, позвоните в органы внутренних дел, для того, чтобы не стать, соответственно, для злоумышленников мошенниками. Сумма. Суммы, да, суммы очень градиозные. Люди снимают свои накопленные денежные средства, люди продают квартиры, люди продают транспортные средства. Но в последнее время пошла тенденция, когда граждане, приходя в банки Красноярского края, их останавливают сами работники этих банков. Ну, для примера, да, вот, допустим, работники Сбербанка, Руссельхозбанка, когда видят о том, что граждане пришли просить у них кредит и взять кредит, они спрашивают, на какие цели, для чего, а кто вас попросил. Особенно, если люди разговаривают по телефону, по сотому связи, тут же находятся на этой связи. Они спрашивают, они знают ли вам мошенники? Давайте мы перепроверим этот факт. Значит, были факты в городе Ачинске, когда также вот граждане пришли взять кредит, и сотрудница банка увидела о том, что, скорее всего, с ними работают мошенники, позвонила в полицию города Ачинска, приехал сотрудник полиции, в форме уже находясь, говорит, вам звонят мошенники. Там была простая банальная ситуация, ваш родственник попал в ДТП, нужна, ну, определенная сумма денег. На взятку. И поэтому люди отказываются что-либо объяснять. А чем вообще, почему они, люди, я имею в виду потерпевшие, почему они так упираются, чем их мошенники так держат? Только ли той тайной, что нужно вот как-то замять дело, в неприятную ситуацию, в которую попал родственник? То есть говорят постоянно, говорят монотонно, давят психологически о том, что если вы сейчас не отдаете деньги, соответственно, вашим родственникам будет плохо, но при этом позвонить своему родственнику, на это у людей как-то вот, да, не хватает вот в той психологической ситуации все-таки разума позвонить им. И вот, продолжая вот про этого Ачинса, да, значит, сотрудник полиции говорит, давайте позвоним вашим родственникам, дайте номер телефона. Полчаса уговаривали, чтобы она дала номер телефона, позвонить родственникам. Когда позвонили родственникам, соответственно, конечно же, никакого ДТП, никаких схем о том, что передайте деньги, то есть все закончилось благополучно. А может и родственника никакого нет? Родственники есть, родственники реально есть, которые, ну, находятся на другом конце провода. Соответственно, уже его родственника, этого гражданина. Вы мне еще перед эфиром рассказывали случай в Ирбее, по-моему, да? Да, вот тоже, конечно, характерный пример. Начинают звонить мошенники ирбейскому дедушке, говорит о том, что вот ваши счета заблокированы, значит, необходимо срочно снять деньги и перевести их на безопасные счета. Дедушка, никому об этом не говоря, едет, берет машину и начинает, а еще перед этим было о том, что необходимо уехать в другой город Красноярского края и оттуда перевести эти денежные средства на безопасный счет. Об этом стало известно самим родственникам данного дедушки. Родственники обратились в Ирбейскую полицию. Струльники полиции Ирбея передали информацию о том, на ком транспорт средств поехал данный дедушка в Канск. И на въезде в город Канск струльники полиции Каннска остановили его и, соответственно, вывели его из того состояния психологического, о том, что это работали с ним такие мошенники. Что за гипнотизеры там такие? Ну, знаете, каждому есть свой подход. Вы должны это прекрасно знать и понимать. Психологический подход, когда давят просто-напросто на каждого гражданина по-своему. А какие-то новые уловки появились? Или вот до сих пор проходят вот эти классические звонки, там, службы безопасности банка, сотрудники полиции, пострадавшие родственники? В основной массе вот то, что... Мы уже сколько лет про это твердим, и все равно. В основной массе то, что вы, ну, примите примеры, еще появился новый вид, это установите программу для того, чтобы можно было сделать доступ к вашему счету, и мы могли спокойно перевести деньги на другой безопасный счет. И люди доступ дают к счету? Люди дают доступ, ставят программу обеспечения, соответственно, дают доступ мошенникам, и те переводят свои денежные средства на так называемый безопасный счет. Совсем недавно было у меня интервью с человеком из Центробанка, со специалистом, которая говорила о том, что далеко не пожилые люди, основная масса, кто попадается, ну, типичный клиент, вот таких мошенников. А это мужчина, там, 40 лет, или 45 даже, пользователь активных мобильных приложений, ну, то есть человек, разбирающийся, и в банках, и на что ловят таких людей? Ну, казалось бы, ладно, человеку в возрасте, может быть, он не пользуется приложениями, чтобы зайти в приложение и проверить, если уж он сам не верит. На что ловят вот таких вот людей? Вы знаете, возрастной ценз, он очень разный. Он, начиная у пожилых людей за 80 лет кому, и заканчивая 30 годам. Здесь, честно говоря, ну, невозможно выйти в какую-то особую категорию. Конечно, мы особенно относимся, ну, к тем пожилым, престарелым людям, да, которые, ну, есть какие-то накопления денежных средств, и они не могут взять кредиты. Вот к таким категориям, конечно, мы относимся очень скептически. То, что касается, вот вы говорите про 40 лет мужчины, в основной массе это игра на инвестиции. То есть вот это основная масса вот этих вот граждан, которые на это ведутся. И потом, конечно, деньги переводят мошенникам. То есть они чувствуют себя каким-то деловым человеком, да? Это укладывается в их обычный, ну, в их обычное представление. В обычную жизнь, да. Ну, в любом случае это было удивительно, потому что мы привыкли, что это, ну, какие-то люди, которые не пользуются, и там не знают, не умеют, пугаются от разных, вот этой официальной речи. Ну, те же госуслуги, допустим, да, что вам звонят с госуслуг. Мне постоянно в последнее время звонят про госуслуги, говорят, что там вы меняете номер. Номер телефона. И так далее. Причем в последнее время они стали звонить через мессенджеры. Ватсап, вайберосной массе. А еще, знаете что, есть такая тенденция, что якобы представляют сотрудниками полиции и начинают присылать различные постановления через вайбер ватса, потому что необходимо вот срочно перевести деньги, потому что вот у нас есть постановление на изъятие денежных средств с этого счета, чтобы мы это не сделали, переведите к небезопасным счетам. А люди верят печатному слову? Люди верят, конечно же, там, печать и все остальное. Знаете, еще есть курьез такой, это работа, наверное, курьерами, подработка курьерами. Это когда людей используют в темную фактически. Да, это когда люди за денежное возграждение определенное, под видом того, что необходимо перевести вещи, необходимо перевести продукты от одного гражданина к другому гражданину. И вот на это, конечно же, ведутся в основной массе, это молодые люди. Есть последний пример. А им реально платят за эту работу? Я сейчас вам расскажу. Значит, курьеру говорят о том, что необходимо у какой бабушки забрать денежные средства и какие-то либо вещи. Значит, за это он получит 10% от той суммы, которую он забрал. Вот такой курьер был разоблачен в городе Железногорске. И когда его взяли с поличным, у него было три преступления. Это на 500 тысяч рублей он у бабушки забрал, на 100 тысяч рублей у пожилого человека и на 800 тысяч рублей тоже у пожилой женщины. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Данное лицо привлекается по трем статьям, соответственно, уголовного кодекса. Задержан и арестован до суда. Судим за свиданием в этом порядке будет. Вот удачное, раскрытое преступление, но вот статистика растет и растет. И за прошедшие месяцы этого года больше, чем на 50% выросло количество таких преступлений, несмотря на то, что мы постоянно про это говорим, приглашаем сотрудников полиции, сотрудников банков, специалистов, рассказываем вот эти истории, которые кажутся, что это какая-то фантастика, что человек взял и 10 миллионов кому-то, людям, которых он даже не видит, просто на голос отдал. А это происходит практически каждый день. Почему так? До людей не доходит, не верят или вот какое-то такое воздействие? Понимаете, действительно, какое-то есть, я уже говорил, психологическое воздействие. Вот еще раз обращаю к жителям Красноярского края. Если вам звонят с телефонов, просто-напросто прекращайте разговор. Не делать никаких манипуляций с телефоном, не устанавливать никакой программ обеспечения. Ни в коем случае, если вдруг все-таки вам начинают об этом говорить, скажите со своим родственникам. Если ваш родственник попал в ДТП, позвоните своим родственникам и убедитесь о том, что это так оно и есть. Ну вот знаете, мне когда-то звонили уже давно и говорили, вам положена компенсация, только вы никому не говорите, то в Челябинске одна женщина рассказала соседке и ее убили. Ну то есть еще и вот так вот запугали. Ну понятно, я говорю, что это, ну давит, конечно же, на психологию человека. И они чувствуют, когда человек начинает сомневаться, начинает себя по-другому вести. То есть они выбивают из колеи, а когда человек уже... Да, а человек не успевает вот на это среагировать. А раскрываемость в целом, какое преступление? Вот как их вообще ищут? Нужно ли телефон этот куда-то передавать? Я знаю, что в банках, ну во многих вот есть такая кнопочка, что можно написать, что звонили с такого телефона, там представлялись вашим банком. Вот, ну и их, видимо, в какую-то базу заносят. Кем по итогу эти люди оказываются? Потерпевшими. То есть данные граждане, которые перевели свои денежные средства, они являются потерпевшими? Нет, а люди, которые это совершают, эти преступления? Совершающие граждане... Кто это? Это в основном массе из-за рубежа. То есть это не из мест лишения свободы, как было еще несколько лет назад. Это уже все практика себя исчерпала. Сейчас это граждане из-за рубежа. Можно ли как-то распознать? Вы знаете, сталкивалась с тем, что... Ну, я всегда обращаю внимание на речь. Ну, на говор. Да, бывает говор, ну, не какой-то явный акцент, как мы думаем, ну, такой небольшой, иногда явный, небольшой говор. И как будто бы вот эти слова, которые они произносят, очень часто это какие-то слова, ну, из канцеляризма, да, из каких-то официальных документов, вот такая речь. Но мне, например, слышно, что человек не привык их произносить. И звучит это немножко... Видите, ну, сказать для всех, что... Я почему говорю, что лучше всего прекратить разговор. И все. То есть это как детей учат. Не открывайте дверь незнакомым людям. Двери незнакомым людям, да. То же самое здесь. Прекратите просто разговор. Ну что ж, спасибо большое. Мы еще раз всех призываем, пожалуйста, не отвечайте на незнакомые звонки. Кому надо, как говорится, тот перезвонит. Кому надо, тот вас найдет. И не передавайте свои какие-то данные. Не устанавливайте приложения, о которых попросят люди, которых вы не знаете. И никогда не видели. И никогда не видели. Александр Туровский, начальник управления организацией деятельностью участковых, уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Был сегодня в нашей студии. Это программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин